привет всем меня зовут юля вы находитесь на моем канале вязание юля емеля нити это канал вязание обо всем что связано с вязанием я давно не появлялась кадре вот наконец я снова здесь был небольшой перерыв и мастер-классах в каких-то обзорах затянула меня семья быт работой вот сейчас у меня появляется возможность снова появляться в кадре снова показывать свои изделия надеюсь вы уже связали что-то из моих вещей из моих мастер-классов надеюсь они были вам полезны сегодняшнее видео это видео обзор того что я успела связать наверное где-то с весеннего периода за лето получилось так что я связала достаточно много плечевых изделий вот на мне кстати жакет все будет подробно рассказано ну насколько я смогу каждый раз когда я буду рассказывать об изделии если о нем есть описание на моем канале то будет появляться вот здесь или вот здесь подсказка со ссылкой на изделие которое вы можете связать вместе со мной по моему описание по мастер-классу а также под видео я обязательно поставлю ссылки с названиями что я упоминаю в этом видео но в преддверии всего дальнейшего нового рассказа хочу сказать что я стала работать в магазине пряжи пока что так стала ближе к нашему с вами хобби к нашему увлечению стало больше знать о моточках пряжи расходах о каких-то нюансах это поистине интересно если у вас какие-то вопросы то пишите я работаю сейчас магазине city yarn посмотрим как будет дальше пока так совмещаю и видео обзоры и мастер-классы на ю тубе продаю изделия продаю пряжу вот так неожиданно поворачивается судьба как-то так жизнь складывается что я даже не думала и не гадала что так оно получится так оно получилось вот из дизайнов интерьеров до в магазин пряжи что моё хобби будет я даже думала не гадала что может так получиться что моё хобби может как-то вообще сродниться с работой ну вот не только по вязанию дайну еще и по реализации нашего материала что нам близко и интересно давайте я расскажу что же все таки я связала а в первую очередь хочу конечно же показать вот этот жакет который сейчас на мне я на него не делала описание не планировала но зато я опубликовала мастер-класс по вот этому узору узор вафелька я чуть поближе сделаю руку вот такой вафельный узор чем он не прелестил чего мне понравился я хотела связать какой-то такой плечевое изделие верхняя которая будет служить меня как ну такая куртка до весенние осенние и мне нужен был узор который не будет у меня занимать много внимания во время вязания но в то же время будет достаточно плотным и непроницаемым дар для ветра но от все относительно но тем не менее вот я нашла вот этот узор он очень легко вяжется там буквально четыре ряда рапорта два из которых вяжешь просто лицевую гладь и лицевую изнаночную гладь и все и чередуешь там лицо изнанка петли там снимаешь элементарно переходите по ссылке которая появится у вас на экране вяжите попробуйте его потому что я думаю он понравится вам как в тонкой так и в толстой пряжи жакет я отвязала из пряжи и лария кварца гранды по расходу также хочу сказать что я сразу сейчас не буду вспоминать все сколько мне ушло на изделие лучше я буду подписывать до в углу экрана сколько ушло на каждое изделие из какой пряжи буду дублировать картинкой потому что на память ну я не помню вот ну расход достаточно ну так относительно большой потому что все таки съедает этот узор этот рисунок он с изнанки вот так вот выглядит с протяжками я показываю своем описании по этому узору его из изнанки с лица именно этот жакет как видите вместе уже пришита одна кнопка я не успела пришить все думаю покажу здесь мне ответные части уже пришиты укололась кнопочки пришивные магнитные то есть я могу вот так застегнуть и подчелкивается сюда обработала я голове но здесь ну наверное таки тлевка то потому что я бра подняла петли связала лицевую гладь и завернув внутрь вот эту окантовку я прошила это крючком вот так здесь у меня я так полагаю что все-таки вточной рукав он достаточно простой окат в плече вот здесь я не делала дело здесь прямая пройма без сильного оката здесь тоже прямо и чуть-чуть скос то есть очень просто я старалась не усложнять себе жизнь то есть прямо скос ровно вот такие вещи он я пристану он еще имеет такие декоративные карманы внутри они лицевой гладью вот так они конечно очень такие номинальные но я люблю когда все-таки изделие имеет карман и можно положить платочек этого достаточно для меня ли к тому же они украшают изделие все таки здесь планочка со снятыми петлями двухсторонняя он у меня вязался целиком перед спинка то есть две половинки вот здесь нет общем бокового шва я вязала целиком его снизу вверх и потом сшивала плечо в общем я довольна что получилось особенно меня беспокоила горловина я надеялась что мне получится удачной чтобы она не была растянута и так но вышла главное в общем я связала помощью на меньших спицах горло и подтягивала в общем я пока довольна я надеюсь процессе пряжа хорошо себя проявит я вязала уже с такой пряжи только не гранда тонкой кварца просто меня очень удовлетворил она не катается это шнурок это меринос кстати с небольшим количеством полиамида плюс ко всему раз это шнур он будет согревать хорошо удерживать тепло я знаю все про пряжу я стала знать чуть больше потому что ну как бы да стала ближе к этим всем производителям чуть больше нюансов мне стало известно это очень приятно вот такой жакет я буду сидеть днем показывать вам другие свои изделия перейду пока на лето летняя моя футболка на нее есть описание такая футболочка яркого 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 фуксиева цвета очень я хотела что-то такое модное летние фотографию да вам покажу по расходу на есть описание сказала вяжется очень легко она вяжется практически вся лицевыми петлями то есть несмотря на то что вы здесь видите изнаночные блоки да здесь блок изнаночные лицевой изнаночный лицевой но вот это все вяжется лицевыми петлями опять же я люблю простое вязание которое не занимает слишком много ну твоего сознания то есть ты можешь вязать и заниматься каким-то другим процессом там слушать обучаться что-то смотреть до общаться со своими друзьями и не запутаться в узоре потому что по моему это немаловажно если ты там считаешь петли бесконечно почему я не очень не люблю вязать бактусы например дали какие-то такие кружевные вещи там сбиться проще простого плюс ко всему я люблю даже если ручная вещь вещь ручной работы чтобы не было в ней видно самопальности какой-то то есть она может быть самобытная как сам как бы самодостаточная но чтобы в ней не было видно бескусицы что ли было в общем лучше меньше да лучше вот такой наверное мой все-таки лозунг да я люблю косы это прекрасные тоже бывают изделия я каждый раз и хочу связать но как-то не вижу потому что просто не доходят руки меня всегда модель на такие такие вот изделия получается но классно все а вот и про косы я вот этот джемпер свитер ни разу не показывала я его связала и уже носила прошлой зимой кстати как я давно не была в эфире он вяжется поперек кстати поперечного вязания у меня еще есть футболка тоже на экране я покажу ее все-таки это летняя вещь но тем не менее меня очень понравилось и порадовало это поперечное вязание она найти как в нем можно использовать те элементы те узоры которые ты не будешь использовать в продольное вязание стандартно потому что их не сможешь применить в таком виде вот это свитер покажу на фотографию из магазина если она мне там сохранилась если нет то простите это свитер связан из валерия де рома пьюма на нее очень похоже drops air но вот эта нитка на потолще чем drops air это нитка на вот такая она меня с люрексом это люрекс я добавила нитка она вот такой имеет как бы пух да то есть это шнур опять-таки который наполнен мериносом очень теплая вещь как вы видите это такой изнаночной гладью здесь такая по центру коса чуть выше груди она не получилось широкая передняя часть ну и спинка соответственно то есть туловище не широкая а рукава узкие и кстати видите рукава лицевой гладью а тело вот переда и спинки изнаночной гладью на спине нет косы коса только впереди снег она классная модель эту я подчеркнула до 7 для себя в пинтересте в интернете я очень хотела что-то такой немножко гранж стиле но мне кажется это вышло слишком нежно для гранжа и из-за цвета наверное из-за вот этого розового люрекса конечно феноменально да я хотела гранжевые вещи связал ее мятные с розовым люрексом но она хорошо сидит она теплая греет здесь кстати на видите связано просто прямоугольники ничего сложного пом есть небольшие сужения до рукава вот собственно и сел и она сшита швами наружу вот вот такие швы может показаться что наверное она может давить и конечно тоже из этого беспокоилась но на самом деле все прекрасно нигде мне не мешают эти швы вот эти сочленения все в порядке вот такая вещь конечно же буду я носить в этом году вот такая вот штука футболкой показала теперь покажу давайте покажу теперь вот эту шапку на нее у меня тоже сейчас он новенький вышел мастер-класс описание в чем примечательность этой шапки то шапка связано полу патентом она с отворотом и она может носиться тремя способами смотрите нет у нее отворот и когда вы отворачиваете отворот да то и на теле шапки и на отвороте полу патент такая макушка вот потом вы захотели поносить по-другому выворачиваете на изнаночную сторону или второе лицо как вам угодно и здесь уже вот такой узор отворачиваете и получается лицевая сторона полу патента там где лицевые петельки вытянуты она у вас тоже и здесь и здесь одинаковая мне очень брон шапка я кстати хотелось взять шапку именно такую то есть свободной посадки то чтобы она мне не стягивала голову третий вариант ношения шапки смотрите я вывернула всю вот этот вот изменение цвета это просто разный рисунок здесь один рисунок без другой чтобы при отвороте не у вас одинаковые были на одной стороне берете шапочку сантиметр на три внутрь заворачиваете это для пухлости как бы кромки края шапки и надеваете получается вот шапка точно гранж до такой полу спорт и вот так нужно опустить вниз со спущенной макушкой шапка получается такая на нее есть описание переходите вяжите с удовольствием на нее у меня ушло на кстати я помню сколько весит я ее вязала зла нагата супер софт и на всякий случай я взяла 3 матка для нее и у меня ушло 3 матка здесь 104 грамма я думаю что если набрать ну буквально на 2 петли меньше в окружности то можно уложиться в 2 матка по длине я бы не меняла ее высоту она идеальной высоты но по объему можно сэкономить там на третьем моточке уложиться в 2 и связать из двух попробовать но я бы не рекомендовала сильно ее менять пропорциях ну да вот ушло почти 3 матка ну вот что же делать но шапка классная в итоге получилось можно из этого синего цвета который остался в моточке ну например докупить еще один сделать митинге до или варежки еще одна шапка я также успела подносить в том году это прошлогодняя моя шапочка прошлого сезона она у меня связана из японской пряжи нора silk garden boom light напишу что это за пряжа и почему я связала ее такую не девушка клиентка заказала шапку из ангоры с люрексом то есть мы вязали в две нитки ангоры добавили нитку люрекса и она захотела именно вот такую модель именно такую модель имеют полоса полосатую шапка ангорова получалась получилось просто изумительно превосходная я не смогла как бы и захотела себе связать такую же но я связала из нора потому что у меня к ней есть шарф такой у меня сиреневый комплект и не захотела вязать из одинаковой пряжи чтобы было вот и в шарфе и на головном уборе одинаковое считаю что сейчас это уже как бы не модно что ли не стильно красиво когда сочетается в принципе да здесь видите и цвета похоже сиреневый то есть оттенки такие до сложные сиреневые же тоже может быть разный и вот этот рубчик на шарфик он более частый на шапочке вот такой по свободнее пошире расскажу пока про шапку так вот и я связала себе на эту шапку есть описание переходите вяжите с удовольствием потому что также вяжется легко здесь платочная вязка лицевая гладь платочная вязка но здесь есть нюанс плотности чтобы вас шапка не растянулась чтобы она хорошо сидела по голове кстати вот этот нора японская смотрите у них есть такие ворсинки на ниточке выходит прямо из полотна мне это очень нравится муж мне говорит что какая-то глупость она такая пошарпана но мне очень нравится что нами на такая но опять-таки использую слово гранж опять наденем поправить и не раньше но не спущенная макушка что он так аккуратно ложится сразу раз назад уложилась теплая в описании все есть по ширинам по высотам вот все таки как интересно что можно использовать такие простые приемы до лицевой изнаночной гладью платочная и получать совершенно разные вещи еще хочу показать вот этот шарф это шарф связан из альпака silk от drops этим полосатый такие графитовые белые полосы голубая и бежевая большая часть как ведь он связана лицевой гладью просто меняются цвета и это я использовала наконец-таки свою машинку который купил у меня же теперь есть вязальная машина тоже есть об этом небольшое включение на моем канале ой мало я использую свою машинку но честно говоря вот в нужный момент она мне все равно выручает я на машинке связала помимо этого шарфе когда я же не могу за все время только шарф связать я связала кофту мужу на молнии показываю картинку фотографию и как вшить молнию к такому изделию плечевому у меня тоже есть мастер-класс вспомогательный да что вообще как я поступала чтобы ровно вшить молнию можете перейти и воспользоваться этим описанием потом я связала кофту дочери тоже вот покажу фотографию кофта связана из мериноса с блеском впереди описание на него нет делать не буду но просто вот связала дочери чтобы у нее была теплая красивая кофточка я конечно в восторге что можно делать изделия вот здесь здесь и сейчас не выходя в магазин достаточно ну такие прям промышленного такого вида ну как вы поняли да я это очень люблю чтобы не было видно рук человеческих в изделии это что такая мелкая мелкая вязка и конечно руками такой никогда не свяжу так вернемся к шарфику цвета красиво до подобраны но это остатки просто так получилось что я вязала вот такую кофту фотографию включу да что это было за кофта свитер даже косыми вот такой свитер косыми а вот этот графитовый моточек вот который здесь полосы это я взяла один моток и хотела связать графитовый такой же свитер то есть у меня была череда одинаковых свитеров я отрабатывала модель у меня есть описание которое вы можете приобрести но одно из многих одно из немногих платных описаний если вы хотите вы можете связать вот такой замечательный себе свитер косыми на него до уходит вот такая альпака пушистая он очень теплый совершенно невесомый красивый такой классический свитер с альпаками вяжется регланом сверху вниз можно сразу примерять что мне получилось я покажу пару детских свитерков таких кофточек свитеров пловеров джемперов запуталась до кофта есть в магазине есть такая шутка старантина известная такая в instagram или в интернете на везде разошлась вот такая кофта я вязала из пряжи ализе baby в упома называется и видите вот такие крапушки здесь пестренькие это у меня оставался один моточек не помню уже какой пряжи yarnart по моему но к сожалению такую пряжу не нашла снова не продается они сняли с производства именно эту модель пряжи фантастические эти крапушки такие не раз веселую такое настроение придает кофте я очень довольна вот и иначе подобрала это все ализе все остальное вот такой вот такие рукава тоже покажу фотографию на модели и впереди вот видите есть такая есть дорожка люрекс и да вот он так переливается это выполнено не случайно я бы может быть его не выполняла но чтобы ребенок сам мог без моего участия надеть разобраться в свитере где перед гистикой чтобы не выяснять этот тонкий нюанс горловин вот такие есть у меня включение впереди и она очень довольно теплая получается получилась вещь кстати он связан в две нити то есть ализе baby wool да по моему две нити я вязала вот еще один это последнее на сегодня нам будет вот такая детская штука то да 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 вот такая корона у позже я сама в восторге в общем тоже естественно за качество довольно это пряжа и лария рио это стопроцентный хлопок шнурок вот такой короткая секция у него такая рябушка пол покажу с обратной стороны но здесь не только он здесь еще я добавила книг к нему к этому хлопку две нитки шерстяной примерно чтобы так для определения это в них 50 грамм 700 метров да вот то есть очень тонкая нить но добавляла их 2 так получилось что нам досталось пряжа от нашей бабушки целая пасма чистой шерсти и она имеет вот такой как раз бирюзовый оттенок он сюда хорошо вписался и утепляет вот светерок наконец она нашла свое применение и я решила что украсила у нас был выбор между сердцем и короной это пайетки на хлопки я сделала ими вышивку вышивку делала крючком вертикально ввела направляющие направление вышивки мелкие пайетки естественно не сложно достать но все большие пайетки которые оказались с изнаночной стороны я их перетянула на лицо и получился такая корона на рукавах видно да вот изнаночные дорожки это просто изнаночные дорожки и получился такой великолепный рубчик мы пока это джемпер еще не носили вот я думаю сейчас как раз сезон настал что мне еще по раз я здесь сделала видите широкую регланную линию то есть вот эти здесь вам 4 или 5 лицевых и только справа слева после вот такого ряда лицевых прибавки получается вот такая широкая главная линия очень красиво мне кажется здесь после двойная горловина лицевая изнаночная дорожка потом только лицевая это же получается вот такое обрамление и внизу естественно чтобы подчеркнуть это было идентично тоже изнаночная дорожка вдоль перед резинкой и чтобы у меня не растянулся низ и горловина я еще там прошила резиновой ниточкой такой на бесцветной резиновой нить чтобы эластичность не потеряла ни горловина ни подол кофты вот такие мне изделия я надеюсь я вас вдохновила на будущие проекты вяжите вяжите для себя для своих любимых из чего вам хочется как видите я вот по перемешивала да все практически все вместе главное подобраться это получается очень красиво сейчас миксы в моде они актуальны они не возбраняются они даже интересны смешивайте вместе нитки раздельно рядом если у вас какие-то остались вопросы пишите постараюсь на них ответить подписывайтесь на мой канал я буду рада видеть вас числе своих подписчиков я надеюсь буду и дальше выпускать нужные для вас мастер-класс если вы что-то хотите связать себе пожалуйста напишите мне я буду набирать вот такие отзывы из свяжу и выпущу мастер-класс который будет именно вам интересен чтобы вы смотрели мой канал до новых встреч пока пока